Привет, друзья! В этом видео расскажу про P2P торговлю на бирже Bybit. Как купить криптовалюту с российской рублевой карты? Со Сбербанка, Синьков, либо любой другой российской карты в рублях. Первое, что вам нужно сделать, это зарегистрироваться на бирже Bybit. У нас в описании есть ссылка для регистрации и получения специальных бонусов. Также вы становитесь нашим партнером, получаете доступ к еженедельным раздачам и еще много-много всего у нас все это написано на странице регистрации. Но самые главные бонусы, которые вы получаете, это торговый клуб, который у нас абсолютно бесплатный для всех, кто зарегистрирован по нашей ссылке, и также криптобаза. Это закрытый телеграм-канал. Например, сейчас там уже есть 14 уроков по техническому анализу, и в месяц там выходит, по-моему, по 4 видео урока. Через день выходят материалы обучающие, в том числе собранные из закрытых источников. Они доступны тоже вам бесплатно, если вы зарегистрированы по нашей ссылке на Bybit. После регистрации и прохождения KVC верификации на бирже, вам нужно перейти в раздел «Купить криптовалюту» и выбрать «P2P торговля». Заметьте, что тут написано про 0% комиссии, но мы с вами про комиссию поговорим еще в конце видео. Далее вам нужно выбрать, что вы хотите сделать – купить или продать криптовалюту. Так как мы с вами будем покупать криптовалюту, мы нажимаем «Покупка». Далее выбираем, какую криптовалюту будем покупать, и здесь установим все по умолчанию USDT, потому что мы будем покупать криптодоллар. Вы можете купить напрямую биткоин или эфириум сразу же за рубли, но я рекомендую выбирать именно USDT, потому что курс здесь лучше всего, а биткоин уже потом купить на бирже. Далее выбираем, за какую фиатную валюту мы будем совершать покупку, то есть это та валюта, за которую мы будем платить со своей банковской картой. Здесь я и ввожу рубли. Далее мы выбираем способ оплаты. В способе оплаты нету Сбербанк, Тинькофф. В данный момент здесь, как видите, есть Райфайзенбанк и есть Альфа-банк, но, возможно, они тоже исчезнут. Но вы всегда можете найти российские карты по следующему ключевому названию. Это Local. Просто пишите Local, и у вас сразу же вылезает LocalBank, LocalCard. Это, то есть, локальные карты. А здесь даже написано, что Bybit специально сменил название, чтобы соответствовать всем европейским нормам. И у них вроде бы нету Сбербанка и Тинькофф, но на самом деле они просто по-другому называются на бирже. Самые главные карты здесь это LocalCard Green, это Сбербанк, LocalCard Yellow, это Тинькофф, LocalCard Red, Альфа-банк. Также у них есть R-Green и S-Green. Я, честно говоря, не понял, в чем разница, потому что, когда переходишь к продавцам, все равно все продают именно на Сбербанк. Так, давайте я для примера выберу LocalCard Yellow, потому что буду пополнять с Тинькофф. Нажимаю «Подтвердить», и теперь мне выдаются все продавцы, которые продают криптовалюту за рубли с Тинькофф. Здесь мы взаимодействуем с реальными людьми, но Bybit контролирует эти сделки, и в случае, если что-то пойдет не так, они вмешаются, и ни в коем случае вас здесь никто не обманет, потому что все эти сделки контролируются биржей Bybit. Здесь мы можем сразу же ввести сумму, давайте, например, введем 10 тысяч рублей, которые мы будем пополнять с нашей карты, и ищем продавцов. На что стоит обратить внимание? Чтобы у продавца желательно было больше 500 или больше 100, по крайней мере, сделок. Я смотрю, чтобы было больше 500, потому что, вот, например, продавец, здесь 59 сделок у него всего, 59 исполненных ордеров. И это достаточно немного, и он, в принципе, чисто теоретически может оказаться мошенником и попытаться нас обмануть. Конечно, Bybit все равно потом встанет на нашу сторону, все будет хорошо, но все-таки. Я лучше выберу человека, вот он, следующий после него, у него 2700 исполненных ордеров и 99% успешных. Если не успешные там какие-то проценты, это не значит, что он кого-то обманул, это значит, что просто, ну, по времени у них не совпало что-то, и все равно каждый остался при своих деньгах. Далее, возле понравившегося нам продавца, смотрим в основном по рейтингу, все остальное уже для нас специально подбито, потому что все фильтры мы здесь вверху указали, все остальное нам не важно, сколько у него там доступно денег. Если мы ввели 10 тысяч рублей, значит, у него точно будет 10 тысяч рублей. Нажимаем «Купить USDT» и вводим еще раз ту сумму, которую будем пополнять, 10 тысяч рублей. Мы видим, что мы получим 105 долларов. Курс 94.58 в данный момент. Вы можете спросить, а почему так много? И об этом мы тоже чуть позже поговорим. Нажимаем кнопку «Покупка», и у нас появляется вот такое окошко. Справа у нас есть чат с продавцом, где мы можем с ним переписываться, что-то у него спросить. Слева нам нужно выбрать способ оплаты, это Local Card Yellow, и произвести перевод по реквизитам, которые здесь написаны. У нас написано фамилия, имя, номер банковской карты и название банка Тинькофф. Значит, что я делаю? Я захожу в приложение Тинькофф с телефона. Здесь нажимаю кнопку «Перевести», нажимаю по номеру карты, копирую номер карты с биржи и вставляю его здесь. Проверяю то, что имя получателя совпадает с тем, которое написано у меня на бирже. Ввожу сумму «10 тысяч рублей» и нажимаю кнопочку «Перевести». Отлично, перевод выполнен. Теперь я возвращаюсь на биржу и здесь нажимаю всего лишь одну кнопку «Это платеж выполнен». После чего ставлю галочку, подтверждающую, что я производил платеж именно со своей личной карты. Нажимаю «Подтверждаю». Все отлично, прошло буквально несколько секунд, продавец уже подтвердил, что получил мои средства и я получил 150 USDT на баланс. Я могу нажать «Мои активы» и здесь на своем аккаунте для финансирования в разделе «Криптовалюты» я вижу USDT, что у меня прибавились USDT на балансе. Также еще раз могу перейти в раздел «История» и здесь в «Историю операции» я вижу в самом верху «ФИАТ плюс 105 долларов». То есть мы видим, что покупка через P2P у нас произошла. Далее для того, чтобы торговать, нам нужно перевести деньги с аккаунта для финансирования на единый торговый аккаунт, просто по кнопочке «Перевести». Здесь переводим с финансированный на единый торговый, например, те же самые 100 долларов. И потом мы уже можем заходить с вами и в спотовую торговлю, чтобы торговать, и в торговлю деривативами, и тоже торговать на бирже полноценно. Теперь поговорим о том, есть ли комиссии на самом деле. Потому что если мы посмотрим на официальные курсы, то курс будет примерно 90 рублей, а может 90 с копейками. Но здесь мы покупаем 1 доллар за 94 рубля. Вроде бы комиссия нулевая, но почему мы платим больше за тот же самый доллар? И самое главное, то что вам нужно знать, что комиссия действительно нулевая, но курс немного отличается. И отличается он в две стороны, как при покупке, так и при продаже. Потому что если мы перейдем в раздел «Продажа», и здесь мы сможем продать, например, нашу криптовалюту, наш USDT, то мы тоже получим за них примерно 94 рубля. Вот на эти не смотрите, на этих продавцов. Поэтому я вам и говорю выбирать продавцов, у которых очень много исполненных уже ордеров, потому что, скорее всего, вот эти люди мошенники. Не утверждаю, но возможно, потому что у них стоят очень выгодные, очень хорошие цены. Ну вот, в основном вы можете продать свою криптовалюту и получить тоже 94 рубля за доллар. То есть вы как покупаете дороже, так и продаете дороже. Потому что вы покупаете не обычный доллар, а криптодоллар, USDT. Поэтому курсы здесь немножко отличаются. Но отличаются буквально на несколько процентов. И отличаются они всегда, потому что, ну это для того, чтобы вы не переживали, если вы будете через год выводить с криптовалюты, то вы также больше получите рублей. Как вы больше платили рублей, чтобы купить криптовалюту, так вы больше рублей получите, чтобы ее потом продать. Если сравнивать вот с текущим курсом, который есть на рынке. Поэтому по факту комиссии нет. Просто немножко отличается курс. Но отличается он в обе стороны. Опять же, если вы не верите, вы всегда можете стать таким же продавцом. И по такому курсу, по которому вот здесь вы покупали, вы можете здесь же продавать. То есть это все обычные реальные люди. И вы тоже сможете стать таким же продавцом и также продавать. Преимущество цифровой валюты, преимущество USDT в том, что никто не спрашивает, откуда у вас деньги. Вы можете их перевести на любую другую биржу, перевести себе на холодный кошелек, перевести на Трастволит, на Метамаск. Пользоваться этими деньгами как угодно, и никто не спросит, откуда вы себе завели эти деньги. Транзакции происходят моментально, и вы полностью владеете своими деньгами. Поэтому я думаю, это небольшая разница курса для того, чтобы владеть цифровым активом, цифровым долларом. Ну и также вы всегда можете перейти в раздел торговать, купить в спотовой торговле биткоин, и этот же биткоин тоже куда угодно вывести. Ну что, надеюсь, все доступно объяснил. Если остались какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях под этим роликом. Спасибо за просмотр, всем всего хорошего и больших заработков. Удачи, пока.